Привет, друзья! Сегодня я покажу вам один из моих любимых выходов на Rear Naked Chalk. Сперва только скажу, что если вы пропустили мой подкаст, то советую быстрее его посмотреть. Я брал интервью у таких звезд, как Карлос Мачадо, Курта Сиандер и многих других. Так что там много стоящего контента, посмотрите обязательно. Найдите это название на iTunes или SoundCloud. Давайте теперь вернемся к самым основам, когда вы изучали Rear Naked Chalk. Допустим, партнер сидит так. Вы сначала учились заправлять руку вот таким образом, затем такой замок, и тут вы делаете удушку. Но сейчас наш напарник сидит в подобном положении. Именно так я учил делать Rear Naked Chalk в своем обучающем видео, которое я записал много-много лет назад. Дальше мы работаем уже с крючками. Тут идет борьба за захваты. Но знаете, конечно же, легче всего сделать удушку, когда соперник сидит вот так. Но на самом деле, когда вы пытаетесь сделать этот прием к джиу-джитсу, соперник вряд ли будет сидеть. Скорее всего, в большинстве случаев вы будете в подобной позиции лежа. Одной рукой я начинаю атаку, но он защищается и оттягивает мою руку. Тут он начинает работать над уходом и тому подобное. Тут он почти ушел, но я по-прежнему держу ситбелт, делаю кик ногой, увожу таз назад таким образом, подтягиваю его в сидячее положение, и здесь в большинстве случаев вы опять будете пытаться заправить крючки. Но знаете, когда вы тянете его сюда, он не ожидает атаки удушкой. Это просто отличное время для атаки. И тут вам вообще не нужны крючки. Соперник сидит, и тут они не нужны. Особенно если вы оказываете какое-то давление на его шею, вот так. Таким образом я давлю плечом на его шею. Но я не стараюсь сделать болевой на шею, но для него это довольно неприятно. И смотрите на его реакцию. Он пытается выпрямить шею. Вот вам и удушка. И повторюсь, не делайте что-то подобное. Если будете делать удушку так, он в 100% случаев начнет уходить от атаки. Смотрите, как только вы заправили атакующую руку ему под шею, он не должен увидеть вашу вторую руку. Вторая рука заходит сзади вот так. Она заходит сзади ему на шею или на голову таким образом. Но я никогда не выпрямляю ее, не даю ему возможности для защиты. Приведу еще один пример. Все пытаюсь вспомнить, где я это видел, но никак не могу. Допустим, я держу сайт-контроль таким образом. Это некая вариация бокового удержания. Левая рука обхватывает его шею, кисть у него подмышкой. И смотрите, я вновь оказываю давление на его шею. Эдакий некрэнк в стиле Брок Леснера. И следите теперь за его реакцией. Он постарается выпрямиться назад. Тут я немного переношу вес сюда и подтягиваю его в такую позицию. Я могу придушить его здесь. Мне не нужно менять руку, возможно положение левой руки будет более выгодным. И я сделаю дужку сразу. Давайте повторим еще раз. Я прихватил руку, держу сайт-контроль, вторая рука под его шеей, кисть подмышкой, давлю на шею соперника. Но не думайте, что такой накрэнк сработает. Вам просто нужно слегка надавить на его шею. Я смещаю таз и заставляю его сесть. А тут делаю удушку. Запомните, всякий раз, когда ваш соперник сидит, если он джинсер, конечно, он будет беспокоиться о том, что вы вот-вот заправите крючки. Может он подумает, что вы переворачиваете его и попробует поменять позицию, восстановить гард. Он будет думать об этом. Он вряд ли будет думать, что здесь я сделаю удушку. Обязательно попробуйте эту технику. Она будет работать чаще, чем вы думаете. Особенно в ноу-ги. Но она также прокатывала у меня и в ги. Продолжение следует...